Здравствуйте! Это Новости Ревью и сегодня в выпуске. Ди Каприо за наградой лично не пришел. Видимо, чтоб не сглазили перед Оскаром. Зато остальные гости посмотрели поистине зрелищное шоу с мощным юмором. Главные моменты вечера только в ревью. Очередную тусовку селебрити собрала синяя дорожка премии Критикс Чойс Эвордс. Элегантные вечерние наряды Дженнифер Эйнистон, Лив Тайлер, Кейт Бекинс, Эл Рози Хантингтон Уайтли и других гостей премии будут обсуждать еще не один день. На церемонию для получения награды от кинокритиков приехали все заявленные гости, кроме Ди Каприо, которого признали лучшим актером. Лео, от которого весь мир ждет Оскара, записал видеопривет. Эту роль в фильме «Алехандро» я точно никогда не забуду. Все, кто со мной работал, заслуживают эту награду. И каждому из вас спасибо. А вот актриса Эми Шумер, которую тоже удостоили награды, от волнения раскритиковала свою сестру. Весь зал уже не мог сдерживать смех. Я не из тех женщин, кто будет говорить «Ой, я так рада! Камон! У меня есть сестра, которую я очень люблю, но она такая глупая и любит собак, а одеваешься ты просто ужасно!» А старина Сталлоне еле встал со стула, когда узнала награды за лучшую роль второго плана. Звезда фильма «Комната» 9-летний Джейкоб Трэмбле поразил свою речью. Она произвела настоящий вау-эффект в зале. «Это очень круто! Это лучший день моей жизни! Наверное, это было супертрудное голосование из-за всех других великих актеров в этой категории!» Наибольшее количество призов собрал безумный Макс и лучшие актеры, и костюмы, и режиссура. Что не говори, а Critics Choice Awards не зря называют репетицией перед Оскаром. Ведь, скорее всего, расклад золотого приза в феврале будет очень похож на результаты прошедшей премии. Яна Пучкова, Новости Ревью. Бойцовский клуб «Алаш Прайс» впервые провел международный турнир по ММА в Атырау. 26 профессиональных спортсменов из России, Бразилии, Украины и других стран съехали, чтобы помериться силами с казахстанскими батырами. Турнира такого масштаба Атырау еще не видел. Бойцовский клуб решил ездить по регионам Казахстана и сражаться с местными спортсменами. Первая локация для «Алаш Прайда» оказалась успешной. Ни одного поражения в октагоне. Почетными гостями турнира были Арман Успанов, Ермек Тлаулов и Кайрат Ахметов. Махир Мамедов, Тимирлан, Серик Пулов, они показали отличный бой. И в главных боях они все выиграли голландцев. Соперник был очень серьезный с Голландией. Чуть-чуть, может, где-то я его недооценил. Именно мои короны, которые я хотел провести, получил столько с третьего раза. Тем не менее, Ноах Блайден, который представлял две страны Голландию с Уринам, принял поражение еще в первом раунде. Ну а главным боем вечера была схватка Тимирлана Айсадилова с Мишелем Аделиной, который тоже не смог противостоять болевым приемам и тактике нашего бойца. Мы дрались два раунда по пять минут. Соперник очень сильный, очень крепким оказался. Мне было очень сложно. Состоялся в Атырау и женский поединок. Замзагуль Файзоланова против грузинки Лианы Джоджоа по прозвищу «Гладиатор». Казахстанка одержала победу над соперницей, которая оказалась опытной ударницей. Но в стойке «Гладиаторша» проявила слабость. Женские бои, они агрессивные, никогда не отступают, у них немного нету тактики. В тот же день на международном турнире MMA Art of War в Пекине сражался Ансаган Кусаинов. Его соперником стал Оли Лаурсен из Дании, который в итоге одержал победу благодаря болевому приему на руку. Ну а впереди у Аллаш Прайда бой Артема Резникова с Михаилом Царевым в Новосибирске и защита пояса 1FC Кайрата Ахметова. Виолетта Тельманова, Рызбай Акыш, Новости Ревью. Токийский автосалон распахнул свои двери для самого сумасшедшего апгрейда. Гравированные спорткары и просто нереальные обвесы представили японские мастера тюнинга. Японский салон – единственное автошоу в мире, которое раскрывает потенциал сумасшедшего тюнинга. Местные мастера с размахом апгрейдят свои тачки. Гордость номер один – Subaru BRZ STI Performance Concept в виде шоукара демонстрирует агрессивный обвес, космический спойлер, расширенные арки колес, новенькие решетки радиатора и жесткую подвесочку. Такое увидишь только в Токио. Гравированный Nissan GTR золотистого цвета поражает размахом узоров. Полностью ручная работа придает за диригатору лакшери налет. Замысловатые рисунки по кузову Годзиллы вскружили голову всем зрителям без исключения. Гламур одолел Ламборгини по полной. Розовые стразы Сваровски усыпали весь кузов суперкара. Есть и лайт-версия такого Ламбо. Звездолет не желаете? Тойоту Приус превратили в космический корабль. Каждый миллиметр машины сияет светодиодами. Что ни говори, но мастера тюнинга действительно доказали, на что они способны в этом году. Яна Пучкова, Новости Ревю. В Алматы собралась компания людей, чтобы просто посмеяться. Просто так, без причины. Они не смотрели комедий-клаб или еще что-то в этом роде. Но Гогат был еще тот. В эпицентре настоящего безумия побывала Виолетта Чельманова. Ни шуток, ни комедий, ни клоунов. В мире такие сеансы собирают куда больше народа, чем Павел Воля или Гарик Харламов. Просто бери и доводи себя до коликов в животе. Без причины. Это простые упражнения, которые можно назвать какие-то дураковаляния. Для того, чтобы у людей уровень депрессии и стресса уменьшался. Вызывается вот этот смех-рефлекс. Они начинают смеяться. Поначалу это понарошку. И потом включается и начинается настоящий смех. Все это называют смеха-йогой. Занятие проводится ведущим, который дает инструкции для разных смеха и дыхательных упражнений. Движение зародилось в Индии 20 лет назад. В Казахстане этим балуются два года. Зажимы, какие-то блоки. И вот все это устраняется. Я это прям прочувствовал на себе. Я прям от души смеялся. Когда поплачешь в подушку, вот такое какое-то освобождение происходит. Но после смеха-йоги ты еще и заряжаешься при этом такими позитивными эмоциями, которых хватает на неделю как минимум, наверное. Конечно, сначала может показаться, что это безумие. Боже, что ты делаешь? Что делают все эти люди? Зачем? Постоянная борьба происходит. Вот ума и тело. Если веселиться не хочется, надо просто имитировать. Через пару минут искусственный смех превращается в настоящую истерику. А еще приверженцы ха-си-йоги считают, что разные тональности обеспечивают оздоровление нескольких частей организма. Например, низкое хо-хо полезно для брюшной полости. Ха-ха стимулирует сердечную деятельность, а тоненькое хи-хи улучшает кровоснабжение головного мозга. В общем, взрослому человеку иногда нужно посходить с ума. Польза как для тела, так и для души. Виолетта Тельманова, Ганик Алуов, Новости Ревью. Роналду нашел замену своей экс-подруге Ирине Шейк. По крайней мере, на страницах глянца точно. Теперь в откровенных фотосессиях с футболистом позирует другая, не менее горячая представительница фэшн-индустрии. От одежды знаменитости избавились ради обложки журнала GQ. Глянец признал тела Роналда и Александры совершенными. После этого заявления фанаты Амбрусио напряглись. Ведь в отличие от футболиста, у девушки есть вторая половинка, с которой она счастлива с 2008 года. Кстати, в сети уже идет битва обложек на одной Криштиана с Ириной Шейк, на другой с бразильянкой. А какая больше нравится вам? Ким Кардашьян тоже оголилась. Впервые после рождения второго ребенка знаменитость показала фанатам свою фигуру. Стоит отметить, что за месяц Ким практически удалось вернуться в прежнюю форму. Главное, чтобы снимки не оказались отредактированными. А то все знают о любви Кардашьян к фотошопу. А Мадонна снова рухнула. Да-да, прямо на концерте. Пела-пела и свалилась на сцену. Поклонники только было испугались за исполнительницу. Мало ли, не молода она уже. Как выяснилось, что падение было спланированным. Таким образом, Мадонна решила почтить память Дэвида Боуи. Тут уж, как говорится, no comments. Сальма Хайк была замечена на премьере мультфильма «Пророк». Кстати, знойная красотка не просто щеголяла на красной дорожке. Она – продюсер анимации. Это очень добрый и в то же время полезный, поучительный мультфильм. Мы вложили в него много сил и вдохновения. Я надеюсь, новое поколение детей его поймет и полюбит. Любопытно, что мультфильм был создан еще в 2014 году. Но вот уже два года Сальма презентует его то тут, то там. На очереди у Хайк еще две премьеры, но уже актерских работ. Сабина Таргаева, Новости Ревью. В группе «Музарт» уже 15 лет. Столько же исполняется и этно-рок-команде «Улытау». 16-й год богат на юбиляров. Своё десятилетие планируют отметить Арнау и Кешью. Последним сложнее всего. Ведь новенькие солистки на сцене всего год. А отдуваться придется за всех. У истоков группы стояли Анель Аринова, Мульдыр Аульбекова и Зумрат Гараева. В 2008-м на место Зумрат пришла Наиля Заитова. В 2010-м ее сменила Камшат Жолдебаева. В 2012-м в группу пришли Жанар Дугалова и Айдана Меденова. Сегодняшним новеньким Жолдыс, Акботей и Болжан пока не удалось повторить успеха своих предшественниц. Им 30 лет, а вот этим девочкам 18. Конечно, они будут уступать в мастерстве, в неопытности, конечно, да. Но то, что они очень стабильные и хорошие вокалистки, это они покажут на сольном концерте. Девушки готовятся каждый день, не жалея связок. Ведь именно им выпала честь исполнить все хиты Кешью. Продюсеры обещают максимум живого исполнения и минимум фонограммы. Планируется пригласить и золотой состав группы – Камшат, Айдану и Жанар. А из первого пока только Анель Аринову. Ну, их было так много, как бы, да. Будут девочки, которые достойны участвовать в этом концерте. Большой сольный концерт, посвященный 15-летию группы Улытау, обещает и Кадрали Булманов. В мае поклонников ждет большой сюрприз. Команда предстанет в новом амплуа. Подумал, ну почему бы не обогатить группу, не дополнить. И певца взять, и певицу взять. Сделать группу и Магла играть, и Киз играть, и Моцарта, и Бетхойна, там не знаю, да. И в том же уме и Антонова спеть. Ну почему нет? 15 лет покоряет сердца казахстанцев и трио «Музард». Мейрамбек, Сакен и Кенжибек тоже готовы порадовать своих слушателей. Что и даем из них за? Вообще мы готовы уже. Остались только кое-какие нюансы по поводу организации и того, как мы хотим это представить. К юбилейному концерту готовятся Нуржан Кермимбаев и Салтанат Бакаева, недавно вышедшие из декретного отпуска. Сольная карьера каждого и личная жизнь им не помешает. Конечно, на первом месте будет стоять наш дуэт, так как это сольный концерт именно группы «Арнау». Но в целом концерт будет посвящен десятилетию «Капкарашки» и пятилетию «Арнау». В прошлом году 10 лет исполнилось группе «Ринга», но отчетный концерт так и не состоялся. Бойс-бенд рассчитывает наверстать упущенное в 2016-м. Лемара Удасова, Наиль Бузунов, Ерлан Абдуалиев, Никита Хасанов. Ревью. Алматинский бизнесмен заявил, что может заработать миллион тенге за месяц. Амбициозно, не правда ли? Я бы даже сказал самонадеянно. На чем собирается заработать герой, узнала Сабина Тургаева. Сегодня я ставлю перед собой цель заработать один миллион тенге, начиная вот с этих десяти тысяч. Все, кто сделает депост данной записи, получат пять тысяч тенге в том случае, если я не достигну своей цели. Амбициозное заявление ошарашило Казнет. Все-таки миллион тенге на дороге не валяется. Заработать его, может быть, не так легко. Сам Жан говорит, этот проект для тех, кто не верит в свои силы и думает, что начать бизнес с нуля невозможно. По большей части кризис в нашей голове. Потому что кризис – это такая вещь, которая в любом случае циклична. То есть рано или поздно она всегда будет приходить в нашей жизни. Поэтому просто нужно держать себя в руках и не терять, так сказать, позитивного настроя и заниматься своим делом. Чистой воды авантюра для парня через шесть дней обернулась прибылью в 128 тысяч тенге. Публичность пари тоже сыграла на руку бизнесмену. По его словам, большинство деловых предложений он получает от подписчиков. Сейчас Жан готов браться за все. Поначалу это был какой-то план, по которому я должен был двигаться. Но сейчас мне приходят более выгодные предложения, как это все ускорить. Для тех, кто все еще не верит, немного истории о жизни нашего героя. Делать деньги молодой человек научился еще в детстве, торгуя цветами и перепродавая пирожки из школьной столовой. Я думаю, можно очень легко зарабатывать деньги. Просто их можно заработать один раз, постараться. А по следующему же, если у вас есть эта жилка, а эта жилка, это как мышца любая, любой человек ее может практиковать, он ее может накачать в себе. На сегодняшний день предприниматель уверен в успехе своего начинания. А для тех, кто сделал репост его записи, но сомневается в прозрачности пари, вот информация. Со вчерашнего дня я начал готовить ютуб-канал, также, скорее всего, это будет еще паблик ВКонтакте, где полностью будет описываться видео встречи мои, прикрепляться какие-то чеки, если это будут какие-то сделки. О результатах этого спора станет известно через 24 дня. Что ж, посмотрим. Хочешь жить, умей вертеться. Это, наверное, одна из самых актуальных поговорок на сегодняшний день. Сабина Таргаева, Ерлан Абдуалиев, Новости Ревью. Оказывается, привлекательные девушки учатся лучше, чем те, у кого внешность не такая яркая. Американские социологи выбрали 6777 фотографий студенток и попросили добровольцев оценить их женскую красоту. Те, кого признали симпатичными, оказались отличницами. Красивым девушкам преподаватели уделяют больше внимания, считают ученые. Следовательно, они получают больше знаний и достойнее сдают экзамены. Мы решили поинтересоваться у казахстанских студентов, так ли это на самом деле. Американские ученые напились, видимо, когда к этому выводу приходили. Нет, я так не считаю. Я считаю, что красивые девушки, они красивые, а умные, они умные. Мне кажется, красивые девушки, они больше времени уделяют своей красоте, но не к знаниям. А некрасивые девушки, они как бы уделяют время своему уме. Бывает, что девушки, да, внешне они красивые, то есть поговорить с ними зачастую не о чем. Другой причиной исследователи назвали и тот факт, что мужская часть преподавательского состава более лояльна к симпатичным студенткам. И хороший балл можно заработать просто за красивые глазки. Скорее всего, нет, нет таких у меня. В моем окружении нет таких. Не все, наверное, но многие ставят, да. Слышала, видела. Я когда училась в школе, у нас был преподаватель по физкультуре. Он ставил, да, оценки, смотрел на внешность. Преподаватель политологии Жомар Семтиков частично согласен с заявлением ученых, считая, что красота внешне очень помогает людям в жизни, учебе и карьере. И не только девушкам. За красивые глаза ставить, это так нельзя. И причем объективной оценкой, конечно, не преподаватель ставит, а объективной оценкой, в конце концов, жизнь это поставит. А вот преподаватель истории склонна больше к версии о том, что привлекательные девушки более требовательны не только к своей внешности, но и к подготовке к занятиям. Мне кажется, разумный, умный человек, он должен любить себя и вести себя соответственно. А так, я знаю, что в природе, в мире не бывает некрасивых женщин. В общем, есть доля правды в заявлении американских социологов. У привлекательной студентки не должно быть некрасивых оценок в зачетке. Интересно, но на симпатичных парней данное правило не распространяется. Либо ученые что-то упустили. Лемара Удасова, Нейль Бузунов, Руслан Хасанов. Ревью. В этом году на миланской неделе мужской моды особым спросом пользуются каскадеры. На подиумах, знаете ли, стало небезопасно. Даже гости опасаются сидеть в первом ряду. Мало ли какой BMX-ер в голову прилетит. Эта неделя мужской моды – облегчение для приверженцев брутальности. В сезоне «Осень-зима-2016» дизайнеры одели модели в кожу и мех. Никаких юбок, каблуков и женственных блузок. Самый мощный выброс тестостерона случился на показе Филипп Лейн. Задал тон рэпер Лил Уэйн, который после короткого выступления бросил на пол микрофон и уступил место BMX-ерам. Посреди ночного клуба парня отжигали на великах, пока манекенчики с бордами в руках демонстрировали тенденции. Что ж, получилось мужественно. С присущей им долей иронии коллекции подошли Доминика Дольче и Стефана Габана. На подиуме было столько шуб, что любая дама позавидует. Впрочем, нашлось место и для относительно строгих пальто. В любом случае, такого парня с девушкой не перепутаешь. Знаковая вещь от Миссони в новом сезоне – вот такой свитер. Для мужской коллекции многовато блесток и сложностей. Но иногда можно позволить и такое. Эта коллекция появилась от вдохновения звездами 70-х, поэтому вы увидите много оборок, вышивки и цвета. Но в то же время это очень комфортный гардероб. В такой одежде хочется расслабиться. Самой богатой на цвета стала линейка от Versace. В этом году у Донателлы в фаворитах фиолетовый. Не каждый мужчина рискнет такое надеть, но может, стоит обратить внимание хотя бы на крой. Осторожно, морозы в большом количестве. В эти выходные в горах творилось нечто. Снегурочки и дедушки на лыжах и сноубордах заполонили склоны. Отдыхающие ненароком заподозрили, что новогодние гости массово мигрируют на юг. Оказалось, Деды Морозы и их внучки просто решили поднять настроение себе и окружающим. Отвлечься от городской суеты, несмотря на то, что новогодние праздники уже позади. Новогодние праздники, не знаю, для меня лично продолжаются, так как я в отпуске сейчас. Поэтому с удовольствием отдыхаем, с удовольствием отмечаем. Как видите, тут с настроением. Деды Морозы тоже с нами знакомятся. Очень весело. Все нам помогают. Здорово. И нарядные, все ездят. Приятно глазу. Дети едут, улыбаются. Все едут навстречу на канатке, улыбаются. Приятно, конечно. Отдыхающие с радостью фотографировались с дедушками, сноубордистами и лыжниками. Катания продолжались до позднего вечера. Сколько Деда Морозов, людей веселые все такие. Как будто Новый год наступит. Всем с Новым годом. Два Деда Мороза на сноуборде. Они упали вместе, когда поднимались наверх. Хочу очень, чтобы Дед Мороз и Снегурочки всегда сюда приезжали. Новому году посреди января есть свое объяснение. Собрать всех снегурочек и Дедов Морозов планировалось раньше, но не позволяли погодные условия. В этом году очень снега мало, как вы видите, а сейчас у нас снег пошел. И вот решили сделать такой подарок для наших алматинцев, для гостей алматинцев. Мы собрали около ста Деда Морозов и около 60 снегурочек. Очень остались довольны и мы, и наши гости. Катания плавно перешли в вечернюю дискотеку, а организаторы пообещали превратить съезд Морозов и Снегурочек в ежегодную традицию. Лемара Удасова, Наиль Бузунов, Ерлан Абдуалиев. Ревью. На этом все на сегодня. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Одежду ведущим предоставил бренд Black Star.